ну что же здравствуйте мои маленькие любители фотографы моим виктор это мастерская скала и сегодня хочется продемонстрировать очередную самоделку как бы она странно не выглядела начнем с того что последнее время после того как я начал менять фотографии наших работ в лучшую сторону разумеется начал получать множество вопросов сообщений как в чем снимаете на что фотографируете какой фотоаппарат там что 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 в общем удивило что такой ажиотаж прям это вызывает поэтому хочу ответить на вопросы и заодно показать что к чему во первых я снимаю на телефон это redmi восьмерка про это во первых в режиме снимаю про профи профессионал вот сам до этого долго доходил сам к этом долго приходил мучился в итоге подобрал оптимальные настройки и все качество кардинально улучшилось ни один фотоаппарат который у меня до этого был не nikon там 35 если память не изменяет не канона не вот мне этого не давали да это старые модели но тем не менее с телефоном неудобный в общем так и в процессе конечно же был создан lightbox была проблема что освещение а учитывая что у нас сезоны учитывая что сейчас зима на носу как говорится глобальная проблема кардинальная вот изначально был сделан softbox по совету одного там блогера забыл его имя даже не вспоминать он грубо говоря насвистел я купил точно такую же лампу на 4000 кельвинов я сделал такой же softbox якобы можно сразу на мобильный телефон фоткать там какие-то свои работы оказалось фигня и в общем поэтому принял решение вернуться к старому доброму lightbox у я недолго учился его разработки я недолго как говорится придумывал как что я буквально среди ночи в голову пришла идея я тут же разрисовала потом на утро пошел покупать материалы значит изначально что покажу что у него внутри это вот окошко я даже не стал доделывать когда она мне не нужно я просто его вот сюда вот засучиваю здесь не пугайтесь у меня такие расходные материалы для фона я начал работать с фонами вот здесь вот различные элементы которые можно использовать в деле вот но не суть lightbox здесь h4 панели включения освещения и вот здесь даже есть еще 5 на 220 вольт собственно говоря в чем смысл вот это вот включение это верхняя часть здесь сам софтбокс который был ранее к нему мы придем позже далее идет включение и плавность настройки светодиодной ленты можно делать ярче до безумия можно уменьшать эту яркость подсветка идет на левой стороне на правой стороне и даже вот здесь вот два ряда она может отключаться включаться есть отключение передней панели вот эта часть мне нужна по совету тоже одного из блогеров она вот на моем случае нужно для подсветки исключительно камней у которых допустим ирезации или которые нужно засветить насквозь то есть вот она иногда помогает в основе и конечно можно выключать а вот когда работаешь с камнями она очень нужна это вот этот выключатель два выключателя выключает отдельно правую сторону включает отдельно можно оба выключить остается передняя панель можно убавить яркость нужно добавить как видно сам софтбокс он все же более желтого цвета но она как разбавляет оттенки когда допустим полностью включаем она разбавляет оттенки становится чисто белый цвет конечно камера наверное этого не передаст вот внутри сам софтбокс затянут тканью то есть сама вот эта лампа и мы к ней еще придем я покажу она затянута тканью белой эластичной для того чтобы он не желтел настолько чтобы он точечно не долбил светом вот и получается в общем-то хорошее освещение с полной регулировкой даже камера с ума сходит данном случае на видео еще ни разу не снимался вот lightbox извиняюсь так здесь как я сказал выключатель самого супбокса на 220 вольт он включен постоянно участок супбокс он крепится на защелках то еще не понял это старая добрая пвх труба то есть из нее был сделан спаян каркас водопроводная труба спаян каркас куплен белый лист металлический потолочный алюминиевый но это конечно хрень дурная идея была потому что царапается мама не горюй проще конечно какой-нибудь ватман использовать сам софтбокс вот он собственно говоря вот они защелки и вот это вот самая лампа на 4000 кильвинов вот даже данные где-то нужно быть видно не видно вот ну в общем суббокс себя не оправдал в плане фотографических каких-то возможностей но 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 во всяком случае я могу его использовать отдельно в случае необходимости я могу его отсюда снять и все у меня остается отдельный lightbox один суббокс тоже здесь каркас был спаян из пвх трубы пришлось математически получится это вот старая труба на мне он вся грязная валялась на улице давно остатки еще был роскоши это новое потому что тяжелее было найти вот такие вот фитинга непосредственно а что характерно еще забыл сказать что вот это все передвигается то есть вот эти вот подсветка ее можно двигать вниз сближать ниже выше то есть таким образом расстояние световое можно уменьшать увеличивать здесь вот у меня просто не хватило полосы я две полосы лента не хватило алюминиевой полосы это все кстати на алюминию не хватило ее я наклеил две на одну здесь по три штуки на каждой но это роли не играет особо здесь просто прикрывая их чтобы разбавить свет все ту же алюминиевую полосу с лентой старой лампы ну и все в общем то вот это и хотелось показать вообще и вот пвх труба равна как и как бы странно не звучало коллекционные трубы это прекрасный материал для каких-то самоделок для чего-то вот такого необычного для каких-то идей я уже давно использую года три наверно вот коллекционные трубы к ним тоже придем у меня все станки отточил самодельных до как говорится граверов самодельных все именно в сантехнической трубе в этих фитингах засунуто очень удобно хороший корпус на корпус надежный и соответственно вот это дело тоже очень хорошая очень надежная то есть я вот не жалею все продается строительном магазине вот от фольги утеплителя до ветрозащита тоже у меня остатки были это все из подручных материалов здесь скотчем обычным тканным прошитом заклеил хотел с прошивкой я хотел сделать чтобы мне сшили корпус на заказ то есть полностью весь этот каркас я его натягивал а потом подумал нафига это вот геморрой и оказалось в общем то не зря что нафига потому что я пришел к выводу что я буду немножко наверное разбирать этот софтбокс точнее заберу отсюда все ли выключатели регулировки заберу диодные ленты и буду делать более компактный софтбокс под свои нужды под свои условия а этот каркас пойдет как лакокрасочный для покраски аэрографом украшение галеванопластики которые собственно говоря занимаюсь а за бокс пойдет как софтбокс я к нему вот здесь вот крепежек был я к нему верну скажем так штангу на которой он подвешивается хоть к стене хоть потолку и он будет выполнять функцию как софтбокса допустим или как просто точные подсветки для работы какие-то мелкие работы очень хороший цвет яркий насыщенный то есть можно снять ярче будет ткань немножко разбавляет поэтому как то так вот кому интересно ставьте лайки делайте это вообще круто потому что благодаря вот пвх трубе и фитинга можно делать любой размер под свои параметры не нужно тратить бешеные бабки тысячи десятки тысяч рублей на какие-то то тот же самый принципе корпус который можно сделать за копейки обошел обошлось мне это все ну вот я потратился только на пластик ленту и алюминиевый полос обошлось это все в 1500 рублей на все про все лампу это я покупал давно знаю место где эту лампу можно взять за 385 рублей в челябинске вот а все остальное вот отражалка вот это вот ветрозащита они все у меня были выключатели тоже старые меня были вот на алиэкспрессе заказал вот это вот регулировку плавную тире выключатель я их заказывал прямо залпом везде использую самоделках от регулирования каких-то движков каких-то станков самодельных до регулировки естественно света то есть вообще все круто я считаю удобно дешево и сердито самое главное что свои функции выполняет как люди заметили скажем так а меня это устраивает разбираю только потому что мне нужно более компактная сейчас вот конкретно вот при моих условиях работы жизни деятельности от каркас не пропадет как говорится буду использовать тоже для дела в общем как то так поэтому кому интересно ставьте лайки задавайте вопросы подписывайтесь на канал как говорится вам не сложно мне приятно потому что я начинающий в этом деле хочется понять интересно или нет также в случае необходимость хотелось показать я вот снял кожух скажем так можно одну часть снимать и направлять опять же точечно долбить светом хоть так хоть сяк насколько провод позволяет то есть что тоже в общем-то свою очередь удобно то есть получается очень упрямо очень универсальный lightbox то есть вот так вот и кроме того конечно же их можно переставить полностью и допустим опять же если провод запасен длина провода запасена крепко сидят то их можно даже устанавливать вот сюда наверх на потолок то есть перемещать и точно также регулировать это тоже очень и очень удобно и получается мега практичный lightbox поэтому всем кто хочет но не может допустим потратить кучу денег от пяти насколько я знаю тысячи lightbox стоит такого формата то пожалуйста вот рекомендую это по моему идея обалденная все полностью двигается все регулируется все позиционируется эти части точно так же если у вас нет украшений как в моем случае вот там серизация и так далее которые ко мне не нужно подсвечивать то это все можно переместить опять же на потолок все проблем нету можно больше сделать диодных лент если позволяет короче вот так вот